Приветствую! Привет всем! Как настроение? Давай дверь закроем. Настроение прекрасное, заключающееся в том, что я съездил на майские праздники в свой любимый город, историческую родину, в город Саров. Там было 30 градусов жары, посмотрите на загар. Там и был и Дивеевский монастырь, и Санаксарский монастырь, и катакомбы под Саровским монастырем, и музеи атомного ядреного оружия, и пикник, и то, и все, и ни одного рынка. Даже вообще там про фондовый рынок в Сарове вообще никто не знает. Но ты заработал на билет, понимаешь? А мы-то не заработали. Как это не заработали? Все же без ланга, все в шортах же стоят, правда же? Да, я не знаю, что это. У тебя, друзья-то, есть? Они в шортах стоят или как? Ну как он тут просто весь Кузьмин, он просто весь из себя. Уже шерстью покрылся, вот, по-моему. Сейчас пойдем спросим, я так говорю, я ничего не знаю. Значит, ну, на самом деле, все очень просто, значит. 4-го числа я уехал, честно говоря... Саров. Да, в шорте этого... Евро. Вот. То есть 4-го числа от уровня 1.31.4 ударили вниз долларом, да? Мы все видели колоссальное, увеличение колоссального интереса, открытого интереса на РИ, да? Когда с 600 там скакнуло до 900, да? Мы все это обсудили, в том числе и на комоне, там и везде. Да, то есть, что ребятушки, то есть, пошло, пошло вниз, вот. То есть, мы, как бы, открыли маленькую позицию по доллару, ланговую. Мы же не работаем от шорта, только от ланга, только от ланга, но доллара. Ну, доллар. Все, и поехали отдыхать. Приехали, а доллар уже 1.29 там, с копьем. Так что все замечательно, все замечательно. И сегодня, сегодня тоже, кстати, эта проторговочка, ну, я уже говорю, мне пришлось после пьянства, значит, естественно... Второй пьян пил? Ну, конечно. Мне пришлось посмотреть, что же было. Конечно, вот самое интересное, самое интересное, и я вообще думаю, что я... Мы об этом вообще надо поговорить отдельно. Вот пригласи меня на... При пятницу приходи. Да, замечательно, спасибо. Зуб даешь? Да, два. Вот. Так вот, на самом деле, самое интересное сейчас происходит в открытом интересе. И это надо, на самом деле, посмотреть. Что открытый интерес закрылся, вот тот вот открытый интерес, который открылся 4 мая, да, по, условно говоря, там, 147 по 146, ну, если ври говорить, так он закрылся не внизу, а он закрылся наверху, когда там 8 или 9, то есть эти фьючерс выгнали наверх. То есть там закрылся правильный лонг. Именно туда мы сходили вчера, в рабочую субботу, и оттуда ударили опять вниз. Поэтому, так сказать, честно говоря, ну, жопа жопская, по-моему, просто конкретная. Плюс, так сказать, еще открыт лично у меня небольшой шортик в Газпроме. Я как только приехал, ну, до дивидендов я не мог его шортить, а сейчас, как говорится, ну, вообще не. Вот, поэтому я, честно говоря, ожидаю очень больших неприятностей, вот. А с, как бы, так сказать, конец неприятностей, я думаю, будет связан только с началом нового фьючерса середины июня. Вот, вот у меня такие жуткие совершенно вещи, вот. С учетом того, что я не пытаюсь, я, как вы помните, тогда мы встречались с Ванютой, обсуждали, что делать на шортовом тренде, да? А что Ванюта сейчас, честно говоря, о рынке? Я не успел их посчитать. Ну, что, ну, он каждый день пишет, значит, это, что типа от ланга, от ланга, от ланга, от ланга, ну, понятно, понятно. Ну, вот, и вот тут вот ситуация очень такая получилась. То есть, вот до 4-го числа я был вместе с ним в одном окопе. Да, мы все пытались, кстати, мы все верили в отскок, ну, не верили, но он мог быть реально, да? А после 4-го числа я начал шортить. Я до 4-го числа на индексе 150 нифига не шортил, а на индексе 148 я начал совать. Потому что paper coming as a seller, то есть пришли деньги, которые просто продавили рынок вниз, продавили чудовищно. И мы этот импульс, вот, грубо говоря, там, вторую волну, возможно, наблюдаем сегодня, потому что сегодня опять открытый интерес немножко вырос. Нет, честно говоря, ситуация просто страшная, мне кажется. Но я еще раз говорю, что я не, ну, как бы, у меня небольшие позиции по шорту. Я не ставлю целью, то есть, заработать от шорта. Я, конечно, я хочу заработать от ланга, я хочу купить внизу. Вот, но сейчас ситуация такая, что, по-моему, просто принудительно давят вниз с целью вывести счастливых обладателей дивидендов на Газпроме на стопы. Вот такая вот идея. Вот. А все остальное в пятницу. Все, спасибо большое.